Жители Москвы будут праздновать встречу Нового года целый месяц. Именно столько будет длиться фестиваль, охвативший все центральные улицы российской столицы. Каждый день до середины января на 42 площадках москвичей и туристов ждут ледовый балет, ярмарки и аттракционы. А еще яркие шоу под открытым небом и мастер-классы для детей и взрослых. К празднику в городе установили 150 елей. А наш корреспондент Дана Нуржан расскажет подробнее. На центральных улицах Москвы пахнет пирогами, шашлыками и горячим глинтвейном. А главными гастрономическими хитами этого фестиваля обещают стать мандариновый пунш и штрудель свихуа. Вообще москвичей балуют различными изысками, в том числе богатая программа развлечений. Это и концерты, и театрализованные представления, и ледовые шоу, карнавалы, ярмарки. Одна беда – ледовый городок искусственный, потому что температура плюсовая. Что, впрочем, совсем не помеха для ледового шоу. Прямо напротив Большого театра по несколько представлений в день дают как юные фигуристы, так и именитые спортсмены из разных стран – из Белоруссии, Латвии и Италии. На льду знаменитые сюжеты – белоснежка, щелкунчик, лебединое озеро. Очень зажигательно, новогоднее. Здорово! Я счастлива! Я приехала из Италии, у нас будет Новый год! Свет! Потрясающе! И желательно, чтобы это было всегда. Для тех, кто хочет немного размяться, рядом огромная горка и ватрушки для катания. А для малышей – бесплатные карусели. На всех праздничных площадках даже ночью светло, как днем. Ведь фестиваль украсили более 400 инсталляций лучших художников по свету из России, Франции и Италии. В прошлом году праздничные зимние мероприятия в Москве стали самыми массовыми в Европе. Их посетили около 15 миллионов человек. Примерно столько же ожидают и в этом году. Дана Нуржанцев, Уралтенбаев, Россия, Хабар, 24.